Единственная дорога, соединяющая четыре поселка, полностью разбита в Сокмарском районе. Жители рассказали нашим корреспондентам, что уже неоднократно пытались достучаться до областных властей с единственной просьбой. Наконец, выделились денежные средства на кусок проезжей части в 14 километров. В рубрике «Срок ответа сегодня» оренбуржцы обратились к губернатору. На дороге, проходящей через несколько поселков в Сокмарском районе, асфальта нет и никогда не было. Одни ямы до ухабы. Ни в школу детей спокойно не отвезти, ни в детский сад. Безумуку говорят местные жители. Да и дорога на работу в Сокмару – сплошное испытание. Дорога, соединяющая село Верхние Чебеньки и жил городок Дмитриевку, унесла за собой много жизней. Поэтому очень давно люди пытаются от властей добиться, чтобы транспортную артерию наконец-то отремонтировали. Центральная высадка вверх Чебеньки, степные огни, нижние Чебеньки, Дмитриевка. Как видите, движение по этой дороге очень интенсивное. В первую очередь здесь, наверное, нужно говорить о безопасности. «Газели ходят. Раньше ходили четыре раза. Сейчас они ходят вообще два раза и вообще скоро не будут ходить. Чего к нам не уездить? Когда у вас дороги будут, тогда машину мы бить не будем». Наилия Адамировна – предприниматель. В соседних деревнях имеет небольшие магазины. Говорит, спустя два года автомобиль требует капитального ремонта. У Натальи Хайсановой ситуация другая. Трое детей, которые ежедневно, утром и вечером едут по опасной дороге. Переживать уже сил нет, говорит женщина, ведь опасность буквально на каждом шагу. «Живем мы как будто после бомбежки. Дорога у нас такая, что невозможно просто ехать». «Очень много аварий. Последняя у нас авария была, 200 метров отсюда. Женщина Петрунина улетела. Два трупа». «Здесь наши села обречены на вымирание, потому что при таких дорогах никто сюда не поедет жить. Молодежь вся уезжает, потому что здесь не выбраться отсюда ни зимой, ни летом. Если дороги для всех населенных пунктов – это жизнь, то для нас эта дорога – погибель». Пока известно, что местные власти тоже пытаются решить проблему. Жители надеются, что их просьбу услышат областные чиновники. И ремонт дороги наконец внесут в областной бюджет 2015 года.